День Десантника Сегодня войскам ВДВ 93 года. Официально 2 августа 1930 года под Воронежем произошло первое в мире парашютное десантирование вооруженных сил. Рязань по праву называют столицей этого рода войск. Праздник получился грандиозным, а девиз десантников «Никто кроме нас» сегодня звучал по-особенному. Слабо вам повторить такой чередж. Красивые, мужественные лица молодых парней, которые в качестве жизненного пути выбрали непростой. Их не увидеть в блогах, они не снимают тиктоков и не гонятся за подписчиками. Их жизни наполнены иным смыслом. Ежедневные строевые марш-броски, рукопашный бой, подготовка десантников в процесс непрерывный. За годы войска дяди Васи не раз доказывали, что невыполнимых задач нет. 2 августа является символом единения десантников всех времен и народов. В памяти потомков навечно осталось беспримерное мужество и отвага десантников, проявленные при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны. В Афганистане, Югославии, Чечне, Осетии, Сирии и других локальных войн и конфликтов. И сегодня воздушно-десантные войска, части соединения верны боевым традициям ВДВ. Современные десантники следуют славным традициям и неизменно вызывают гордость не только у родных и близких, но у каждого, кто видит воинов в голубых беретах. Славная Рязанская высшая командная дважды краснознаменное училище продолжает выпускать лучших в своем деле бойцов. А Рязань благодаря этому давно стала столицей ВДВ. Ну а в Рязани к ВДВ вообще отношение очень особое. Здесь десантники это обязательно чей-то сын, брат, дед, отец, самый надежный друг, ну или даже очень завидный жених. Но новое поколение сейчас достойно продолжает традиции. Мы видим это в ходе специальной военной операции, проявляет мужество, героизм. Все рязанцы сегодня поддерживают наших ребят и мы твердо верим, что победа будет за нами. 501, 502, 503, кольцо, 504, 505. Купа! На протяжении всей истории существования данного рода войск бойцы крылатой пехоты много раз били врага и оставались верны завету легендарного командующего. Сбили с ног? Сражайся на коленях. Встать не можешь. Лежа наступай. Православная церковь сегодня чтит память покровителя десантных войск Ильи Пророка. В этот день наши предки не отвлекались на мирские дела и откладывали работу. На Руси устраивали коллективные трапезы с закланием быка или барана. Таким образом народ хотел умилостивить святого. Как сейчас отмечают этот день в материале далее. Илья Пророк – один из самых почитаемых святых Ветхого Завета. На Руси ему поклонялись еще до принятия христианства и отожествляли с языческим богом Перуном, а также громом и молнией. Сегодня в церквях Ильин день отмечают праздничным богослужением. Ведь этот пророк – один из немногих, кто назван по имени в Ветхом Завете. Согласно древнему преданию, Господь взял его живым на небо. За что же Господь такое внимание уделяет этому великому пророку? За его дерзновение, за его силу веры, за его молитву, за его жертвенность, за самоотверженное исполнение своего пророческого долга. По традиции в этот день нельзя купаться в открытой воде. Предания гласят, что пророк Илья карает нечисть, поражая ее громом и молниями. Поэтому темные силы и пытаются укрыться в прудах, озерах, реках, морях и могут утопить купающегося. Но есть и более прозаичные объяснения, рекомендации остаться на суше в этот праздник. Ведь дни после 2 августа становятся короче, а вода холоднее. Так что купание лучше отложить до следующего сезона, чтобы не получить переохлаждение. Существуют и свои приметы, связанные с праздником. Обращают внимание в основном на погоду. Какая она в день Ильи Пророка, такая и будет вплоть до 27 сентября. Кстати, этот святой, несмотря на свою грозность, считается чудесным целителем, подобно Николаю Чудотворцу, а также советником в брачных спорах и примирителем родителей и детей. А еще Пророк Илья считается покровителем ВДВ за воинственность, честность, верность Богу и своим принципам. Тема дорожного строительства в регионе стала основной на заседании правительства. Впервые данные своей проверки в Милославском и Лизанском районах озвучил антикоррупционный комитет. Теперь слово за правоохранительными органами. А ремонт Северной окружной по-прежнему идет с опережением графика. Ямочность, ненормативное состояние дорожных знаков, отсутствие разметки, не окошенные остановки, обочины, откосы. Нет, не то чтобы озвученные на правительстве данные выборочной проверки большого ремонта дорог в области произвели эффект разорвавшейся бомбы. На обустройство полотна жаловались и жалуются всегда, но это было первое такое выступление, где нарушителей контрактов назвали официально. Да и вообще заседание получилось тематическим. Контроль за содержанием региональных автомобильных дорог в области осуществляет всего 5 сотрудников дирекции дорог. При общей численности сотрудников 104 человека. В связи с чем на одного сотрудника приходится до 5 районов области, что не позволяет осуществлять должный контроль за качеством работ по содержанию дорог. Однако ответственность за качество выполняемых работ возложена на их исполнителя, которым в рассматриваемом случае является ООО «Доростройсервис». Данные из доклада Сергея Сорокина для руководителя областного Минтранса Павла Супруна оказались секретом Полишинеля. Нерадивым подрядчикам, по его словам, уже выписано более 200 предписаний, а кое-где даже наложены штрафы. Но, судя по всему, для дальнейших шагов нужна правовая оценка. И не только в Милославском и Рязанском районах. В ближайшее время из федерального центра в регион поступят 100 миллионов дополнительно. Эти деньги осядут в Рязани. На ремонт участка по Муромскому шоссе и на участке по Северному обходу. Мы все благодарим правительство России за такое решение, за дополнительную поддержку нашему региону. И вообще хочу сказать, что ремонт Северный – это у нас знаковый для города проект. Знаковый в том числе и для меня. Я помню, когда только пришел, уже у нас реконструкция шла. И сейчас она все продолжается. Но сейчас она продолжается с опережением графика. На Северке уже сделали главное – запустили четырехполосные движения. Все остальные работы теперь можно спокойно делать, что называется, по ходу. Нам осталось выполнить работы по устройству наружного освещения, устройству тротуаров, велосипедной дорожки, наземный пешеходный переход, а также бы устроить территорию, прилегающую Барковскому пляжу. По вопросу жалоб жителей, в связи с осадками в ночное время суток, приходилось смещать фронт работ в дневное время суток. Вот сегодня мы как раз, у нас будет завершающая фаза по укладке асфальта, мы сегодня все работы завершим. На сегодняшний день значительных заторов на Северном окружной не наблюдается. В обращении граждан главная тема дня тоже была ключевой. Дорогу в Рыбном обещали отремонтировать в третьей декаде, но июль уже закончился, а движений якобы никаких нет. Запрос оказался неактуальным. Мы заключили контракт с подрядной организацией на выполнение работы по ремонту дорожного покрытия. На прошлой неделе приступили к фрезерованию и работы в полном объеме по укладке асфальтобетонного покрытия выполним до 15 августа текущего года. Контракт заключен, работаем сейчас. А вот жалоба на ремонт дороги по улице новой оказалась свежей. Во время дождя пешеходные переходы становятся непреодолимой преградой. Ямочный ремонт не помогает, но другого не будет. Если, конечно, губернатор не поддержит глобальный план обустройства и расширения проезжей части на новой, который зреет в городской администрации. Павел Малков обещал подумать. Городки – самое большое увлечение физиолога Ивана Павлова. Он объяснял полезность игры тем, что во время нее происходит сложная координация мышечных движений, что в свою очередь благотворно отражается на всех других функциях организма. Играл в эту игру ученый на протяжении всей своей жизни. Он заслуженно считался президентом городковой академии. Принимал участие в крупных соревнованиях и был, по мнению специалистов, классным игроком. В усадьбе Павлова прошел очередной городошный турнир. Юные городошники только осваивают тонкости игры, которые по самым скромным прикидкам уже более 200 лет. Как правильно держать биту и какие фигуры выбить сложнее всего. Любимая игра академика Павлова не теряет своей популярности и сейчас. В усадьбе Ивана Петровича городошные турниры уже традиция. Я считаю, что игра «Городки» очень тяжело играть, особенно в такую жару. У меня есть, в принципе, опыт двух игр. Мне нравится эта спортивная игра, развивает мышцы. Очень влияет командная, можно одиночно играть. Веселая, в общем, игра. «Городки» – это не просто игра. Сегодня это самый настоящий вид спорта со своей федерацией. Правила незамысловатые. Нужно выбить битой специальной палкой из города, то есть игрового поля. Фигурки составлены из деревянных брусков. Это, если говорить просто, на самом деле у состязаний есть своя философия. Игра в «Городки» имеет огромную историю. Даже сбитый полководец Александр Васильевич Суворов обучал своей игрой солдат. Вот она, координация и точность. Скажу так, что как именно вид спорта, «Городки» появились в России с 1933 года. До 1946 года даже играли раз в четыре года, после 1946 – каждый год. Скажу, даже игра хотели два раза вести в олимпийский вид спорта. А еще баталии с «Битой» развивают зрительно-моторную координацию. Во время броска, как принято считать, задействуются все мышцы тела, что благотворно влияет на физическую подготовку. Здесь, в музее-усадьбе, играют и взрослые, и дети. Городочный сезон обычно открывается 12 апреля. А все потому, что этот вид спорта входил в программу физической и психологической подготовки космонавтов. В 90-м году мы уже начали играть в «Городки», потому что, вы знаете, какие-то 90-е годы были, туризм разрушен, музейная тишина, никого нет, шоковая терапия в стране. И вот пришла мне такая мысль развивать традиции Павловского дома. А Павлов – же страстный городошник. Вот кто приходит, вроде бы критически настроенного, ну что там, городки, настолько это увлекает. А Павлов-то это был вообще снайпер городков. Такой меткий удар был у Павлова. В музее-усадьбе Павлова играют городки до первого снега. В хорошую погоду соревнуются целыми семьями. Кстати, прийти можно и по Пушкинской карте. А по средам для всех школьников вход бесплатный. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Хорошие новости для всех пенсионеров. Им сделают перерасчет страховых пенсий. Причем перерасчет коснется именно что работавших и работающих пенсионеров. Подробности далее в сюжете. Перерасчет страховых пенсий прошел в беззаявительном формате. Об этом сообщили в региональном соцфонде. Пенсии пересчитали тем, кто в прошлом году еще работал. А это ни много ни мало – около 60 тысяч человек. Корректировка выплат коснулась всех получателей пенсии по старости и по инвалидности, за которые в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит и от зарплаты пенсионера. Чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет 3 пенсионных коэффициента. Августовский перерасчет происходит автоматически, то есть пенсионерам никуда обращаться не нужно. Да и деньги будут перечислены по стандартному графику. Помимо повышения страховых пенсий, с 1 августа также увеличен размер выплат из пенсионных накоплений. Их получат участники программы софинансирования. С давних времен к полнолунию у людей повышенное внимание. И это неудивительно. Раз в месяц Луна открывается полностью и представляет собой необычайно красивое зрелище. Больше того, в это время она кажется более яркой, чем обычно, и объясняется это отсутствием теней на поверхности спутника Земли. 1 августа жители Земли могли наблюдать суперлуния. Полнолуние для ученых – просто фаза Луны, для романтиков и поэтов – вдохновение. Для связанных с эзотерикой – особое время месяца, которое идеально подходит для проведения ритуалов, практик и так далее. Полная Луна благосклонна для любви и романтики. Наблюдать за тем, как огромный шар восходит над горизонтом в ночном небе, такое не может оставить равнодушных. Луна находится в своем перигее, то есть на самом близком удалении от Земли. Она огромная, висит над горизонтом, на нее очень интересно смотреть. Можно загадывать материальные желания, можно делать все, что угодно. Очень интересно сейчас проводить всякие вещи на здоровье, оздоровительные практики с водой. Именно загадывать желания на оздоровление. Вчера было надо делать, сегодня, завтра тоже самое можно делать. Можно воду заряжать. Некоторые люди явно испытывают эмоциональный всплеск в дни полнолуния и соседние к нему. Рекомендации одни – старайтесь держать себя в руках и не поддаваться желанию поскандалить или выяснить отношения. Это полнолуние, оно может быть несколько тревожным, потому что Луна идет в соединении с Плутоном. И вот этот момент давления мира, мы можем его ощущать как то, что нам что-то надо срочно сделать, нам надо куда-то идти, к чему-то стремиться. А тут просто надо сесть и написать себе прям план. А чего я хочу на самом деле? Свои ли желания я исполняю? Вообще надо ли мне то, к чему я стремлюсь? Насколько мне это надо? И вот это вот как раз, вот можно загадывать тот самый путь героя, вот ту самую инициацию, которая приведет тебя в результате туда, куда тебе надо, исполнить твои как бы самые насущные желания. Это полнолуние было третьим полнолунием лета. У индейцев Северной Америки оно носит название Осетрового, этот период – самого богатого улова. В Китае полнолуние голодных призраков, у них даже есть фестиваль вблизи августовского полнолуния, фестиваль почитания предков и умерших родственников. Стоит отметить, что в августе этого года случится еще одно летнее полнолуние. Пройдет оно 31 числа. На этом у меня все новости на сегодня. С вами была Марина Романюк. До свидания.